Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Я у Амурского залива сейчас. Кстати, взяла с собой зонтик, потому что началась мурость. Здесь мало людей. Сейчас к водичке подойдем. Мы закупаемся с утра пораньше. 9 часов утра. Так, пошли в воду пробовать. Делом займемся. Ой, теплая, хорошая. Наверное, градусов где-то плюс 12. Это вот так вот. Хорошая водичка. Здесь вот так вот все выглядит. Есть кто купается и кто даже пытается загорать. Вот этот тоже мой зонтик. Я свой взяла. Только сюда подошла поближе, морость пошла. Сейчас покажу вам, какой он у меня классный, красивый. Так, где он у меня? Вот такой. Ой, красивый какой. Это новенький. Я его еще не носила. Так, по-моему, мороси нет. Можно его закрыть. Так, сейчас градусов где-то 24 на улице. Пойдем гулять. Кто вчера посмотрел видео последнее, заметили, что я и вечером стала снимать. Думаю, что я теряюсь. Пока еще светло по вечерам. Когда я с работы возвращаюсь. В общем, можно попробовать еще и вечерами поснимать. Так что присоединяйтесь. Смотрите. Вот о тех, кто уже смотрит, я вас благодарю. Огромное вам благодарность. Когда бы здесь шею, как можно посидеть. Не унесет туда, в море, если прилив будет. Ветра нет. Это вот хорошо. Меня слышно. Вообще здорово. Не душно, не жарко. Отлично просто. Такая вот погода для прогулок. Потому что было невозможно ни ходить, ни дышать. Ни дома, ни на улице, нигде. Только спасали кондиционеры. Но от них тоже можно простудиться. Кстати, сейчас хотела доехать в электричке. Сегодня она еще не ходит. Сказали, будет завтра. Завтра будет электричка. Сейчас нет. Так. Так что кому надо, смотрите. Расписание. Так, все, по-моему, уже будут ходить, как и раньше. Там какие-то сбои были. На Уссуриск делали дорогу железную. Там вот из-за этого поменялись электричка. Слово спасание поменяла. Так. Так. Ой, как она охладить. Они прозрачной и красивой. Так, сняла вчера вечером Некрасовскую. Можете посмотреть. И Путепрово. Там очень красивые виды. Виадуко. И ходила там между домов. Там придомовые такие территории. Клумбы. Красивущие. Обалденные. Там даже дали мне интервью, как всегда. Видите, они у меня спонтанные. Вот просто как-то случайно нарываюсь на таких людей, которые много чего могут показать, рассказать. В основном творческие и золотыми ручками. Вот. Вот и там Светлана мне показала свои цветы. Название даже их сказала. Так как я сама не все знаю. Вот. Можете там посмотреть. Это видео очень интересное. Она вот говорит, что 4 года уже на пенсии. Раньше никогда не занималась посадками. Вот. А сейчас время нашлось. И оказывается, что у нее все хорошо получается. Глазки радуются. И настроение у всех поднимается. Вот. А чтобы... Там какая-то электричка. Вот не знаю, откуда они там ходят. Ну, в общем, по какому-то расписанию. Может, туда, к первой речке. В общем, не по всем маршрутам ходят. И на Владивосток тоже идут. По особому расписанию. Ладно. Завтра, по-моему, все будет ходить, как всегда. И раньше было. Так, отвлеклась. Так вот, Светлана показала, рассказала. Как садят эти цветы. Красивущие, шикарные. Можете видео посмотреть, кто еще не видел. Так, и написали мне в комментариях с утра пораньше. Ну, что же вы не дошли. Тамара написала. Большой вам привет. Я уже ваш комментарий прочитала. Там мое детство прошло. Некрасовская. Ну, 96, дробь 3. Вот. И я обязательно, конечно, сниму. Не ожидала, что видео прорвется именно на том месте, где ее больше всего интересует. Ну, так вот бывает. Я же не знала, что вы там живете. Вы раньше жили. Детство там прошло. Сейчас не знаю, откуда вы. Здесь вы или уехали куда-то. Напишите в комментарии. Интересно. Так что обязательно сниму. Надеюсь, сегодня погода будет хорошая. Думаю, что сегодня сниму. Если ничего по планам не изменится. Даже зонт взяла. Просто если будет дождь, как я буду снимать. Все, намокнет. Камера намокнет. И я. Кто вам будет снимать, если я вдруг слягу. Ну, все. Вот он там, какой-то поезд идет. Это какой-то промчался прям коротенький состав. Здесь хорошо, отлично. Место такое откопало. Вот, не знаю, здесь купаются. А я как-то не решаюсь. Именно здесь. Еще и купание запрещено, написано. Все равно мне некогда. Я же у вас работаю. Так. Все по кустам. И пойдем. Я сегодня подзадержалась. Времени мало. Думаю, погуляю. И вам покажу изменения в погоде. Так, на Амурский залив мы с вами посмотрели. Здесь, если прислушаться, птички поют красиво. Даже фона не надо. Слышите, да? Там в одном комментарии мне послали меня к логопеду. Написали, идите к логопеду. Ой, если не нравится канал, не смотрите, не слушайте. Идите вы сами в лес. Как могу, так говорю. Вот у меня такой французский язык. Есть много каналов, переходите на другие. Я вообще хочу, чтобы здесь оставались только позитивные люди. Кому нравится канал. Несмотря ни на что. А про логопеда надо целое видео делать. Что у меня не так все просто, как вам кажется. Вот, видите, сегодня поменьше здесь отдыхающих. Основной пенсионеры. Или так вот такие, как я, которые могут на чуть-чуть сюда подойти. И уйти на работу. Надо работать. Сейчас в России пенсия будет у женщин после 2004 года. Там уже женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, когда исполнится. И то там надо смотреть, в какой половине года исполнится вам эти 60 лет. В первой или во второй. Вот, и надо, чтобы хватило еще баллов. Не так все просто. С этими баллами. А мужчины в России в 65 лет сейчас будут выходить. Так что все мы помолодели. Как-то так. Ну, вот я знаю, что в Испании, в Португалии вообще в 67 лет выходят на пенсию. Женщины в 67 лет. Ну, я хочу сказать, что там уровень в жизни другой. Они долгожители живут до 90 лет в своем большинстве. И климат другой. И пенсии другие. Давайте и нам сравняйте, чтобы как у них. Мы тоже хотим путешествовать. Пока только вам приходится вот со мной на канале. Вот, а я хочу, чтобы вы своим ходом. Так что желаю всем хорошей пенсии, здоровья, долгих лет жизни. Всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты сбудутся. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok